Олимпийские игры Проходили игры в древнем городе Олимпия, поэтому они и стали называться «Олимпийскими». Сначала Олимпийские игры не были только спортивными соревнованиями. Это был праздник спорта и искусства, на котором атлеты состязались в разных видах физических упражнений, ораторы соревновались в красноречии, музыканты исполняли свои лучшие произведения, а поэты читали стихи. Впоследствии в программу Олимпийских игр Древней Греции стали входить только спортивные состязания. Олимпийские игры проходили раз в четыре года и были настолько значимым для древних греков событием, что на время их проведения во всей стране объявлялось перемирие и прекращались все войны. Для участия в Олимпийских играх были установлены правила. Так в них не могли принимать участие женщины, рабы, иностранцы, преступники. Однажды выяснилось, что известного кулачного бойца тренировала его мать, надев мужскую одежду. С тех пор спортсмены и тренеры были обязаны являться на состязания полностью ногими. На играх запрещалось нарушать правила, наносить увечья и применять нечестные приемы в борьбе. Проводили и судили игры эллонодики. Они были и судьями, и тренерами. Десять месяцев спортсмены тренировались у себя на родине, а затем еще один месяц в Олимпии под руководством тренеров. Первые 13 игр проходили только в состязаниях в стадио Дромосе, то есть в беге на дистанцию. Дистанция для бега равнялась 600 ступням, что составляла одну стадию – 192 метра 27 сантиметров. Отсюда появилось слово «стадион». С 724 года до н.э. программа Олимпийских игр в Древней Греции несколько изменилась, и атлеты начали состязаться в двойном беге на дистанцию около 385 метров. В 720 году до н.э. добавилось еще одно состязание – пятиборье, которое у греков называлось пентатлон. В пентатлон входили бег, прыжки в длину, метание копья и диско, борьба. В 688 году до н.э. спустя еще семь Олимпиад к программе добавились кулачные бои. Еще через 12 лет – состязание на колесницах. В 648 году до н.э. на 33-й Олимпиаде список программы пополнился панкратионом. Это был самый тяжелый и жестокий вид игр, представляющий собой кулачный бой, который участники проводили в бронзовых колпаках, надетых на голову. На их кулаки были намотаны кожаные ремни. Схватку не заканчивали, пока один из борцов не принимал решение признать себя побежденным. В 632 году до н.э. в программу Олимпийских игр были включены юношеские состязания. Диск для метания у юношей был легче, чем у взрослых, а дистанция бега составляла половину беговой дорожки стадиона. В каждом виде программы Олимпийских игр определялись победители. Высшую награду получал олимпионик. Олимпионику вручали оливковую ветвь или лавровый венок. На родине было принято чествовать победителя Олимпийских игр. Ему устанавливали статую и чеканили его изображение на монетах. Первым победителем игр стал атлет Корейбос из города Элиды. Также на найденных греческих колоннах из мрамора можно увидеть имена других прославленных победителей игр. В беге это Леонидос с острова Родос. В борьбе Милан из города Кротона. Олимпийские игры в Древней Греции продолжались даже после захвата греческих земель Римом вплоть до 394 года н.э. пока их не запретил римский император Феодосий I.